здравствуйте меня зовут юрий майский говорить коротко емко потребность каждого потребность которая есть всегда я бизнес тренер я несколько лет участник сообщества клубов ораторского мастерства тус-мастерс интернационал сейчас директор объединения клубов в москве приглашенный преподаватель нескольких вузов москвы в том числе и ран хикс я меняю свое умение знания навыки на ваши прессы в умениях коротко и емко говорить своей практике я использую игру риторика которая как раз направлена на развитие коротких спонтанных выступлений эта игра направлена на очень широкие массы пользователей в том числе и на преподавателей если всего в течение сегодняшнего вебинара вы оставите свои координаты в чате или же по тем координатам которые я дам вам на слайде визитки я вам пришлю информацию когда и где в москве пройдет очная игра и когда и где будет игра онлайн спасибо но вот это было импровизированная лифтовая речь я попытался уложиться в одну минуту но я не запустил сразу секундомер это моя ошибка я надеюсь что вы поняли что это была некая демонстрация но это демонстрация импровизация почему импровизация конечно же как любая лифтовая речь я готовился к этому короткому вступлению к нашему сегодняшнему вебинару но у меня зафиксированы только тезисы все остальные слова которые на эти тезисы накладывались я придумывал здесь и сейчас поэтому это была лифтовая импровизация и чем мы с вами сегодня займемся о слайде переключается тот самый слайд визитка которую я который я обещал можно записать мои координаты и в дальнейшем можно перейти к непосредственному общению если это интересно что у нас сегодня будет я погружусь немножко в историю и в современность короткой спонтанной речи а именно так я сейчас охарактеризую лифтовую речь тоже чем мы сейчас пользуемся и я надеюсь у нас будет минут 20-25 на то чтобы поиграть вместе с вами да я буду использовать элементы той самой игры риторика здесь и сейчас поэтому тот кто хочет поиграть попробовать свои силы в импровизации пожалуйста приготовьтесь нужны будут от вас прежде всего камера и микрофон почему и камера тоже уважаемые коллеги надо глядеть собеседнику в глаза нужно чтобы аудитория вам смотрела в глаза поэтому готовьте обязательно камер но это во второй части а в первой части давайте мы с вами немножко углубимся в историю и обсудим что ж такое лифтовая речь или короткая импровизация почему я все-таки настаиваю на том что импровизация сейчас у нас очень мало времени на то чтобы готовить заранее какие-то спичи готовить заранее какие-то выступления категорически мало времени поэтому конечно же мы очень надеемся на нашу с вами импровизацию но не всегда не у всех получается любая импровизация должна быть подготовленной а значит должен быть какой-то план должна быть структура как это раньше происходило как вообще появилась лифтовая речь если кто знает а вот кто-то знает и сигнализируйте пожалуйста огоньками когда в америке появились небоскребы и время достаточно большое потребовалось для того чтобы подняться на какой-нибудь высокий 55 этаж 1 2 3 минуты люди стали пользоваться этим для того чтобы получить доступ к каким-то шишкам продать себя получить какую-то какие-то деньги найти себе инвестора поменять работу и отсюда и родилось понятие лифтовая речь речь всего лишь на одну минуту может быть на 30 секунд на 2 минуты максимум пока едет лифт и конечно же такая речь требует определенного определенных правил потому что за одну две минуты человеку необходимо было продать себя или продать свою идею какому-то важному человеку как это трансформировалось у нас скажите пожалуйста многие из вас ездят в электричках а часто ли вы слышите выступления различных товарищей которые пытаются нам что-то в электричке продать я считаю что это типичное совершенно представление лифтовой речи в наших с вами условиях все те торговцы которые что-то нам продают в электричках они пользуются именно этими же правилами именно этими же техниками насколько хорошо а вот именно настолько насколько им удается что-то вам продать по моему мнению вот как я это все слышу только один из 10-12 человек может мне что-то продать его приятно слушать его интересно я могу заинтересоваться его товаром хотя я не исключаю что этих торговцев готовят к тому чтобы они ходили продавали и как продавали но не у всех получается где еще у нас сегодня такая лифтовая речь может быть использована ну во первых в офисах хотим и того или не хотим мы все с вами на работе общаемся с руководством с подчиненными с коллегами и в условиях когда у нас минимум времени необходимо максимум информации вложить свое сообщение поэтому техника короткой спонтанной речи я так буду теперь называть это лифтовую речь полезно практически для всех до любом педсовете на любом заседании кафедр на любом общении с руководством любом общении а в магазине вам не требуется быстро четко объяснить продавцу что вы хотите купить а вам не требуется объяснить быстро по телефону какому-нибудь интернет-магазину что у вас случилось или куда-то записаться или получить какую-то услугу это все короткие спонтанные импровизации конечно вы таким импровизациям готовитесь но есть структура есть определенные правила мы по ним сейчас пройдемся и так первое кто вы такой почему вы взяли на себя смелость подойти к этому человеку позвонить по этому номеру и задать вопрос предложить себя предложить какую-то идею попросить денег всегда надо понимать как вы будете представляться да здесь у нас сейчас представление наверное не нужно потому что если друг кто-то друг друга знает такой компании где кто-то друг друга знает там представление как таковой наверное не нужно но если у нас незнакомая компания в нашем списке скорее всего незнакомая компании будете выступать очень коротко нужно будет сказать буквально в три слова уложить кто вы точно так же как я это сделал в своем маленьком входящем слове поэтому это заготовку вас должна быть всегда причем для разной аудитории такая заготовка может быть разной и должна быть разной дальше что вы хотите или что вы предлагаете предмет разговора очень четко должен быть сформулирован я еще дальше упомяну форму как это все представлять но здесь не должно быть никакой шлухи ни лишних звуков ни лишних слов ни каких-то размышлений слух только вопрос или только предложение я делаю столы и дальше уже развиваете а почему нужно этому человеку купить столы а кому купить столы или заказать посты вы должны прекрасно представлять ту аудиторию с которой вы общаетесь скажите мне пожалуйста меня хорошо сейчас слышно замечательно спасибо же да вера вы абсолютно правильно правы если вы хорошо владеете информацией то можно быстро и логически сформулировать но любая импровизация это хорошо подготовленная импровизация вас должны быть в заготовке как вы будете говорить кому богу будете говорить дальше зачем а зачем этому человеку скажу купить ваши столы заказать ваши столы нужно вот его выгода должна тоже быть в вашем сообщении тут не просто не обязательно выгода может быть тут может быть наверное что-то что даст возможность вашему собеседнику или аудитории или собеседникам вас запомнить зачем а для того чтобы вас запомнили если вы делитесь какой-то информацией и вы предполагаете дальнейшее какое-то общение нетворкин про простая совершенно штука которая у нас сейчас так широко распространена самое главное при контакте чтобы вас запомнили ну и обязательно должно быть что-то сладкое а что сладкое а почему именно у вас должны это купить или почему именно вас должны запомнить что-то то что отличает вас от других какая-то фишечка как сейчас говорят маркетологи говорят уникальный у дп до уникальные свойства продукта не помню расшифровку по крайней мере это то на чем вас запомнит точно но при этом у вас должно быть ключевое сообщение вот это продумывается заранее причем предпочтительные в глагольной форме что вы хотите чтобы ваш собеседник или аудитория сделали купили запомнили вам продали пришли заказали и так далее это цель которую вы ставите вашей аудитории это мотивация вот это продумывается заранее ключевое сообщение как это все делается давайте разберемся теперь а например то как я постарался себя подать в моей маленькой вступительной речи я представился я такой-то предмет того что я вам отдаю эта техника коротких речей кому вам те кто здесь собрались я не стал перечислять я прекрасно понимаю что здесь достаточно много педагогов зачем это вам вам быть понятнее и экономить время ваше и уже вашей аудитории дальнейшем как я это предлагаю делать мой уникальный продукт игра риторика элементы который я вам сегодня покажу у меня была такая схема как мы это подаем форма не забываем одна максимум две минуты у нас никогда не бывает больше времени есть такая история которая в разных вариантах ходит в сети я ее слышал в конце восьмидесятых или в начале девяностых по телевизору из уст сергея жигунова а как как тот жигунов брал интервью у арнольда шварценеггера жигунову сказали у вас будет возможность задать два вопроса арнольду перед тем как тут сядет в машину куда-то там поедет на следующую встречу жигунов рассказывал я задал ему два вопроса вы понимаете что вы знаете что в советском союзе 260 миллионов жителей второй вопрос вы понимаете что это потенциально ваша аудитория после этих двух вопросов шварценеггер посадил жигунова в машину и они ехали 30-40 минут беседовали было полноценное интервью правильно выбрать что сказать и уложиться в отведенное время первая задача вторая задача о форме выбрать структуру классическая лифтовая структура 30 секунд 15 15 секунд 30 секунд основное сообщение 15 почему и 15 секунд на завершение кстати я говорил 54 секунды когда я запустил свой секундомер и наверное еще полминуты до этого говорил у меня получилось примерно минута 25 минута 30 достаточно много это была моя ошибка классическая структура речь любой 20 60 20 процентном отношении всего времени выливается в одну минуту 15 секунд 30 секунд 15 15 секунд на ввод какая-то вспышка должна быть 30 секунд мотивировка 15 минут 15 секунд завершения еще один пример вам приведу руководитель советской разведки внешний павел фитин ввел в практику отчетов каких-то какой-то информации которую он подавал руководству в начале говорить выводы писать выводы и предложение по действию по реакции на эти выводы а потом уже мотивировку и исходный материал почему так исходя из каких материалов так исходя из каких сведений именно так я знаю что эта структура сообщения там до сих пор работает именно так она и работает поэтому и здесь можно точно также использовать ту самую структуру что вы предлагаете потом кто вы почему вы почему этому человеку и уже на завершение выходить дальше что касается темпа я взял темп достаточно низкий когда говоришь на веб-камеру там всегда должен быть невысокий не должно быть таратория а теперь представьте что вы в каком-то тесном небольшом помещении вроде лифта если вы будете говорить очень быстро возможно ваши эмоции будет зашкаливать она и так зашкаливает будет потому что вас это адреналин хлещет нельзя перегреть температуру эмоций которые существуют в таком камерном помещении да если это помещение большое если это какая-то импровизация какая-то коротко речь но большую аудиторию тут можно и по интенсивнее тут можно тут есть одни некоторые законы вы все равно будете говорить для того что вас хорошо слышали и понимали в темпе 600 символов в минуту с пробелами это примерно 100 ну максимум 120 слов может быть 80 это немного и это достаточно медленно с точки зрения спикера с точки зрения вас а вот с точки зрения аудитории это будет комфортно поэтому здесь всегда нужно регулировать темп и эмоцию эмоцию через темп следующее понятие о дикции надо задумываться всегда скороговорки они же чистоговорки наше все для того чтобы выявить ваше сложное звукосочетание которые у вас получаются хуже всего и их отрабатывать и второе тут же обязательно тут же нужно иметь ввиду частота речи любые лишние звуки а м лишние слова которые затягивают вашу речь затягивают понимание аудитории что вы хотите сказать должны быть откинуты отвергнуты как шелуха с лука вот нет их все четкая подача речи без лишних звуков еще на понятность и на время которое вы тратите на эту небольшую речь это лишние слова лишнее выражение которое ничего не значит позвольте мне сегодня вам рассказать так сказать мои соображения о том что приблизительно так я проговорил несколько слов я потратил 5-7 секунд я ничего не сказал лишние слова наш бич я сейчас немножко запнулся правда я сделал маленькую паузу потому что ко мне в голову пришли лишние слова я эти лишние слова выкинул я просто заткнулся просто сделал малый маленькую паузу и перешел к основному слову лишние слова наш бич таким образом я сократил фразу во времени и я убрал шелуху техника устранение лишних слов лишних фраз и лишних звуков кстати тоже это маленькие короткие паузы может быть вам заметно что я говорю с некоторыми чуть за пиночками может быть может быть это комфортно может быть это не очень комфортно а может быть это просто дает мне тот самый темп 600 символов в минуту и вам комфортно мне меня слушать потом поделитесь в обратной связи давайте пойдем дальше и так у нас в форме 5 пунктов которые я выделил все на этом слайде если нужно пользуйтесь пожалуйста дальше какими инструментами мы можем пользоваться конструируя уже суть нашей речи мы очень любим рассказывать истории стрелять или наше все может быть даже уже на зубах навязала хотя конечно же инструмент который мы использовали из будем использовать всегда сказки наше все мы очень любим рассказывать сказки байки истории в общем-то и анекдоты тоже но анекдоты скорее уже к юмору очень хорошо когда у вас есть некий запас цитат цитат подтверждающих ваши слова очень хорошо использовать метафоры и какие-то другие конструкции вплоть до ксюморона если вы владеете этим или если вы развиваетесь в эту сторону это очень хорошо на риторике как раз у нас есть такие инструменты мы работаем с ними сравнение всегда хорошо что-то в сравнении посмотреть сейчас хорошо будет лучше а будет совсем хорошо сейчас плохо может быть хуже но хуже всего что-то еще и это надо избежать есть две стороны за и против мы можем взвесить за этот стол который я предлагаю и против этого стола это все заготовки конечно же делаются за и против сравнение очень хорошо использовать временную ленту было вчера есть сегодня будет завтра когда я был маленький партой школе были наклонные открывались закрывались было на них удобно за ними удобно сидеть потом стали делать ставить в классах плоские столы угол изменился вы стали все скукоженные сейчас у меня на работе и дома тоже стол в виде конторки знать это так удобно я вам предлагаю стол конторку для вашего офиса для вашего для вашей для вашего класса может быть маленькая история через время через ваше переживание ваше мнение и предложение вашего продукта смотрите я тему стола все время используют кстати вот этот риторический вопрос да как бы подтверждение мое у вас я все время пытаюсь у вас спросить и как бы как бы тоже лишнее слово подтверждение от вас получить правильно ли я говорю я тогда сейчас умышленно сказал это лишнее слово от него тоже надо избавляться очень хорошо когда мы обращаемся к органам чувств стол какой может быть шершавый он может быть деревянный он может быть металлический он может быть стеклянный он может быть теплый может быть холодным может быть крашеный сразу осезание до зрение потому что я называю разные материалы мы визуально с вами сразу представляем а какой он будет этот стол старый скрипучий круглый стол на даче сразу возникают образы сразу возникают какие-то запахи может быть даже запахи цветов потому что такой стол обычно ставили луговые или полевые цветы какая-то скатерть скорее всего ручного кружева на таком столе возможно он крутится у него наверное одна большая ножка и он все время скрипит я обратился сразу к нескольким вашим органам чувств зрение обоняние осезание это всегда очень хорошо работает еще одна техника еще один инструмент конечно же юмор пошутить мы всегда любим правда кто не любит пошутить правда не у всех получается не всегда это всегда надо готовить если вы понимаете что идете в какую-то компанию где ваш юмор будет понят или там какой-то специфический юмор и вы его понимаете можно заготовить какие-то истории какую-то шутку что-то вспомнить и так у нас есть еще инструменты история цитаты метафоры сравнение timeline органы чувств и юмор инструментов конечно же больше мы можем еще напридумывать если вы придумаете какие-то я буду рад их увидеть здесь в чате пока я вижу только добрый день добрый день добрый день и очень мало я к сожалению не ощущаю насколько слышно меня и интересно ли вам но мы сейчас это исправим потому что я сейчас хочу вас привлечь к игре как будет проходить эта игра и так не таратуре я вызываю желающего кто-то просто может быть вызовется наверное я сейчас отключу чат и включу участников я так понимаю что кто-то может наверное поднять руку и татьяна тогда включить его в качестве ведущего я как только вы подойдете за пока будете идти ко мне как ведущий я вытащу карточку вот у меня тут набор карточек есть с темой потом брошу кубик который у меня есть я выберу через кубик выберу вам инструмент который нужны будет использовать у вас будет 30 секунд по подготовку я запущу таймер а после этого у вас будет от одной до двух минут на выступление меньше минуты нельзя почему а представьте себе вам дали целую минуту даже больше для того чтобы что-то продать какая задача будет в этой маленькой импровизации он тема какая может быть вот первая тема сверху путешествие что можно против путешествия сказать а можно но перед представиться да потом что для вас путешествие и или почему нужно путешествовать продайте эту идею или просто расскажите чем путешествие для вас интересно через что предположим через сравнение за и за и против и в самом конце либо сагитируйте нас на что-то либо просто пожелаете либо какой-то призыв либо пожелание в самом конце условия мы не тараторим не говорим быстро и мы не мы чем мы не используем лишние звуки ну и в самом начале два слова буквально в буквальном смысле два слова меня зовут мария я педагог а дальше вы начинаете раскрывать тему вот тоже можно связать я педагог и поэтому меня работ работа у меня сидячая и путешествовать в обычное время мне не получается работа школа школа дом школа школа дом поэтому я с удовольствием путешествую в отпуск а дальше пожалуйста ваша тема сколько угодно можете раскрывать тем путешествия уже не будет я ее уже вытащил положил вниз ну что ж попробуем потренируемся помним какие инструменты у нас есть я могу эти инструменты вывести к вам вам на экран вот такие инструменты так я вижу кто то что то пишет в чате интересно но камеры и микрофон не пишет светлана я пока попью водички потому что считается что спикер должен выпить в во время часового говорения до полулитра воды иначе просто сохнет горло так коллеги кто поиграть хочет давайте мы пришли здесь позаниматься мы пришли здесь что-то что-то не просто получить какую-то информацию но и как-то свои может быть умение развить вот это самое интересное давайте попробуем тренируем короткое спонтанное выступление так ага нет никого интересующегося да все пришли послушать так кто то пишет да все спрятались под парты хорошо да давайте вы давайте так вы мне сейчас дадите тему я выберу тут у себя кину кубик кину вариант который мне нужно будет использоваться вариант инструмента а дальше вы оцените кто-нибудь за счет время но я себе могу засечь время конечно не более двух минут давайте мне что-нибудь задание тему какую-нибудь киньте мне пожалуйста продемонстрирую заметьте я могу в лифтовой формате лифтовой речи подать а могу в обычной речи подать 30 15 15 лет 15 ну если две минуты по масштабируем транспорт кидаю кубик цитата мне выпало сейчас дать немножко подумать ну что ж любите ли вы самолеты так как не люблю их я с детства помню лозунг летайте самолетами аэрофлота а еще помню песенку юрия антонова давай расстанемся у трапа мы не увидимся уже смех сквозь слезы не люблю летать я очень люблю смотреть на самолеты это лучший транспорт и самый безаварийный по статистике с транспорт на земле я сам живу сейчас на краю аэродрома в городе жуковский я вижу самолет каждый день разные и и при этом я летать не люблю парадокс парадокс однако самолет самая красивая и самая и я считаю ну кроме космических кораблей самое полезное изобретение человечества а как известно что-то плохое не может быть красивым а что-то красивое она всегда хорошая особенно с инженерной точки зрения поэтому не берите с меня пример летайте самолетами любых авиакомпаний и наслаждайтесь и пусть у вас будет чистое небо над головой спасибо вот такая маленькая импровизация да это в чистом виде импровизация понятно что она основана на моей личной истории понятно что я вспомнил парочку для чего мне потребовалось время парочку цитат и мне нужно было придумать какую-то какой-то выход для вас принципе этот выход тоже был по сути дела из той самой цитаты лица эти самолетами аэрофлота вот так это примерно работает пожалуйста тут накидали конечно темы спасибо но теперь давайте кто-то еще из вас выступит потому что мне очень хочется чтобы на себе попробовали андрей володин у вас есть возможность хотя бы подключиться с микрофоном у вас такая тема занятная очень задано попробуете так хорошо пока думайте ольга блинова поход в планетарий у вас тоже очень интересная тема опять потребуется попробуйте эх эх татьяна может вы попробуете тогда но что за страшно у вас совершенно замечательно импровизация была в самом начале по поводу курсов и вебинаров директ академии давайте включать покажите класс выживая риторику знаете друзья мои а мы живем в таком обществе когда сейчас общаться нужно и важно для этого техники существуют для этого мы и учимся здесь не все же в одну сторону вещать татьяна подключайтесь а потом мая вы будете я вызываю вас не подготовлен для экрана но понятно прошу прощение вот не даром говорят но с чешется тому что что не преподавать а так это кто у нас это андрей это андрей здравствуйте здравствуйте и так замечательно ваша тема школа ваша тема школа что вам нужно с этой темой сделать кидаю кубик вам нужно рассказать историю про школу но поскольку у нас мотивация должна быть какая-то либо пожелание либо призыв в конце школа рассказать историю с мотивацией или призывом 30 секунд на подготовку время пошло если готовы можете начинать в любом моменте время спасибо меня зовут андрей учение свет не учение тьма является одной из немаловажных аспектов современности обучение является одним из важных аспектов воспитания развития этики нравственности морали личности в принципе всего общества всего общества в целом одним из аспектов данного направления является школа что касаемо школа то это направлено прежде всего на формирование личности именно в юношеском возрасте подростковом возрасте при этом более половины всего времени ученик уделяет внимание познание познанием предметов которые необходимы в современном обществе особенно в нашем информационном обществе для того чтобы распознавать что такое хорошо что такое плохо и поэтому одним из немаловажных факторов является обучение воспитание формирование личности не только как граждан российской федерации но так и всего граждан целой нашей необъятного земли спасибо за внимание спасибо минута 30 практически вы иногда немножко пропадали мы не все из вашего услышали спасибо спасибо как видите ирина андрею школа тоже близко не только практическая стрельба так что у Андрея Широкевич взгляды спасибо андрея большое замечательно так вы готовы у нас тут мая вас сейчас подключит татьяна а я пока вытащу карточку пока мая подключают получается включится валентина а мы сейчас вас попробуем раз в истории тейлер значит у вас должно хорошо получаться после этого давайте вы выступите у нас мая вы хотите в эфир андрей я наверно не готов сейчас здесь это достаточно вот много время займет потом если хотите я скажу скажу не сейчас с обратной связью мая я вас вижу здравствуйте ваша тема да я слышно отлично ваша тема спорт и вам нужно использовать метафору для того чтобы нам продать или нас погрузить в тему спорта предварительно представившись и дав какую-то нам либо мотивацию в завершении либо условно говоря продать идея спорта в любом аспекте 30 секунд подготовку как идти готовы можете начать говорить хорошо так продаст что я могу вам продаст хорошая обувь может быть может быть здоровое тело чтобы поддерживать здоровый дух ну конечно надо заниматься что-то не только умственные упражнения которые иногда приводят я не знаю к разных формах тела ну и конечно спортивные ой извиняюсь я забыла себя представить меня зовут майя я преподаватель английского языка и истории я не русская поэтому извиняюсь если у меня русский не самый хороший как у других коллег я из тех людей которые обычно каждый день гуляю везде моя минимальная нагрузка 10 километра у меня 50 лет но думаю что мало людей мало женщин выглядит как я и поддерживать свои 52 килограмма это все результат а то сочетание между спортом и умственного труда одна из самых главных вещей которые я понимаю для себя мы гуляем используя наши красивые ноги а чтобы ноги чувствовались удобно самое главное чтобы обувь была хорошая я могу на 5 евро купить джинсы но если на 5 евро ты покупаешь обувь это ты можешь испортить все тело потому что все тело держится на эти две ноги на которые ты ходишь на земле поэтому друзья если вы хотите оставаться молодые даже когда календарь тикает куда-то вам надо заниматься спортом гуляние самые природные для меня самый естественный способ передвигания и заниматься спортом и движением и самое главное покупайте хорошие обувь чтобы ваши ноги ваши плечи ваше тело и ваша фигурка поддерживала стройная и красивая спасибо спасибо минут 35 вы уложились здорово и метафоры были всего большой ничего страшного что вы у вас не не совсем четкий русский язык понятно что вы видимо из болгарии и все было замечательно очень 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 интересно было слова слушать очень хорошо спасибо браво браво спасибо спасибо так кто еще кто еще готов у нас я думаю есть время на парочку выступлений кто готов валентина вы стори тейлер вы написали готовы попробовать здесь и сейчас придумать какую-то историю на мою тему мая отключайтесь пожалуйста спасибо а я да я не знаю как выключить себя можем это сделать принудительно нормально техника позволяет валентина петрова вы готовы выступить если нет так если нет то кто у нас есть еще время на парочку выступлений давайте выступать и выступайте мы практикуемся практика залог навыка если не валентина то кто татьяна наталья анастасия все кто активно в чате эх 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 я столько времени оставил на выступление нет желающих элл ага ай ваентин а понятно что вы подготовили вебинар а вот сейчас выступить с импровизацией как литературу по данной теме Наталью пока подключаем. Литература по чтению по этой теме. Сейчас пока чуть-чуть подумаю. Дам несколько ссылок в чате по лифтовым презентациям. Сейчас покажу одну книгу. Пока подключается Наталья. Сейчас я найду у себя на полке. Да, вот это мой минус. Я литературу не подготовил. Далеко это у меня лежит. Найду и сделаю библиографию небольшую. Наталья, принимайте приглашение в эфир. Получилось. Отлично. Так, ваша тема. Ваша тема компьютеры. И технику, которую вы будете использовать. Призыв к действию. Здесь у нас в списке нет, но это самое главное, что у нас должно быть. Призыв к действию. Что можно призвать? Спасибо. Мне все понятно. Вы меня слышите? Да, слышно замечательно. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Меня зовут Наталья. Я живу в Белгородской области. Но у меня очень много друзей по всей России и за рубежом. В наше время перемещаться по стране и за границу достаточно сложно. Но компьютерные технологии позволяют нам продолжать общаться с нашими дорогими и близкими людьми. с компьютером я работаю и как преподаватель, и как простой пользователь, который может читать современную литературу, знакомиться с научной периодикой. И на самом деле это делать очень интересно, потому что компьютерные программы содержат достаточно много возможностей для человека. Поэтому, если вы хотите оставаться в курсе всех событий, не потерять общение с близкими людьми, не только перезваниваться, но и видеть друг друга, приобретайте компьютеры, современные гаджеты. Они помогут вам узнавать много нового и получить настоящее удовольствие от жизни. Спасибо. Спасибо. Отлично. Минута 24 получилось. Уложились и призыв получился. Спасибо большое. Здорово. Я так понимаю, что время на выходит. Итак, я готов поделиться некоторой литературой. Ссылку, наверное, не дам сейчас. Да, получилось, конечно. Книга, которую я вам сейчас прямо покажу, назову, и если удастся, в самом конце напишу выходные данные в чат. Называется TED-эффект. Да, здесь может быть больше про выступления в стиле TED. Почему-то у меня в зеркальном изображении, я у вас в зеркальном изображении, видимо, да, но это я не посмотрел настройки. TED-эффект. Как провести визуальную презентацию на видеоконференциях, YouTube, Facebook и других социальных сетях. Авторы Флориан Мюк и Джон Циммер. У меня на последнем слайде вот здесь есть эмблемы игры риторика. эту игру риторика как раз эти два товарища, один канадец, другой немец, но живут они, соответственно, в Австрии, в Испании. Они эту игру создали. Эта игра русифицирована, ее можно найти и в приложениях, ее можно купить у этих авторов в настольном варианте, что у меня есть, то и другое я использую. Почему именно они? Они тостмастеры с большим стажем из системы сообщества клубов Toastmasters International. В Toastmasters International один из основных способов научиться говорить это короткие спонтанные речи, как раз импровизации. Здесь в этой книге как раз про эти техники рассказывается. Ну и кроме того, можно в сети просто поискать про лифтовые презентации, из чего лифтовая презентация состоит. Есть немножко разные варианты. Я воспринял ту структуру, которую я сделал. Это из моего опыта. Да, это мой опыт конечно на сегодняшний вебинар полностью накладываются и на то, что на ту литературу или на те статьи, которые я нашел, они тоже накладываются. Поэтому я взял структуру, она мне очень нравится. Хотим мы того с вами или не хотим, нам постоянно приходится общаться с людьми разными, на разном языке. Дай бог, чтобы не пришлось вам общаться на фене и учить этот язык. Но нам приходится иногда учить олбанский, когда-то был такой интернет-язык, молодежный язык, язык классический, литературный. И отразвести себя нужно с той аудиторией, с которой общаешься, наверное, в каждый момент времени. Какой язык пригоден для общения с конкретным слушателям. Да, я в чат просто положу и сейчас найду, у меня все выходные данные этой книги. Единственное, что на русском языке она лишь только в Минске была издана в 18-м году и больше я пока не знаю. Я ее нашел, в свое время искал, нашел. Да, можно туда вставить, конечно. Я вообще могу библиографию туда отправить. И техника короткой спонтанной речи помогает очень здорово. Я, например, в своей практике занимаюсь иногда конферансом. Могу вести какое-то мероприятие, я занимаюсь в вокальном коллективе, я веду концерты вокального коллектива и каждый раз приходится что-то придумывать при переходе от песни к песне. Это все короткие спонтанные речи. Это чуть больше, чем лифтовая речь, как таковая. Но в нашей с вами практике именно лифтовая речь наверное не настолько распространена, насколько распространены импровизации. а импровизации можно научиться. Готов вам помочь в этом. Сайт слайд визиточку я еще отдельно положу сейчас в завершении в там где есть у нас презентация, там есть мои координаты, со мной можно связаться. Я был очень рад сегодня поучаствовать провести этот вебинар для вас. Я надеюсь, что я был вам полезен. Спасибо большое, спасибо большое спикерам, которые осмелились выступить. Вы просто молодцы. Это здорово. Спасибо. Я сейчас в чат положу все про книгу. Если какие-то вопросы есть, я готов ответить. я сейчас прямо несколько книг положу в чат здесь для того, чтобы можно было сказать не все про импровизацию, но все про речь. Но все про речь. Сейчас, одну секундочку, пожалуйста. Любопытно. Хороший комментарий. Любопытно. Это очень важно, чтобы было любопытно. Да, использовать такие игры. с чего тренировать модель речь для детей. Да, да, Андрейс, я с вами полностью согласен. Для детей с детей начинаем, конечно. Если какие-то есть, вопросы есть, я так понимаю, время небольшое, да? Татьяна. Следующий будет на вебинар, наверное, я буду приглашать на игру каким-то образом или на курс. В Директ Академии у меня был курс от ремесла к мастерству. Мы проводили полтора года назад его, можем повторить, конечно. 8 занятий по полтора часа. Каждое занятие выступление, каждое занятие обязательной импровизацией, каждое занятие обратная связь. У меня просто очень долго открывается файлик с библиографией. Ага, открывается, отлично. Сейчас я положу. Пока авторы книги Тед Эффект. Флориан Мюк, Джон Циммер. Флориан Мюк, Джон Циммер. Так, это я закрою. А, есть на складе ци... Да, 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 это именно она. Есть на складе, ну, видите, как здорово. А вообще не так много их выпущено, две с половиной тысячи экземпляров, тираж. Ну, возможно, допечатывали, не знаю. Книга исключительно интересная, книга исключительно полезная. вот прям у меня настольная книга. Ну, я просто этиологию эту давно-давно использую, поэтому поэтому она у меня настольная. тиража, но не знаю, Нет, не открылся Не хочет у меня открываться Ну хорошо, давайте оставим на Библиографию Оставим на На Литресе есть, здорово Давайте оставим библиографию в группу Я подготовлю и положу На этом, наверное, завершаем Спасибо, Татьяна, передаю слово Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok